Я думаю, что Дид Лукашенко вельми это хотел бы. На самом речь он так это подрыхтованный. И мы бачим по его дейнях, те решения, которые он принял, они ведут именно в тот бок. Он хотел бы принять удел у этих военных дейн. Но мы бачим, что белорусская армия так это не готова, она это не хочет. Она не хочет взмогаться за чужие интересы, супрать своих людей. Потому что для белорусов, украинцев, это свои люди. Это краина, которая для нас вельми близкая и на особистом узровне, и на институциональном. Мы шмат гандлюем, мы шмат сябруем, мы шмат отпочиваем в Украине. Тому для белорусских военных дылема, чому мы павинны ехать в Украину, чому мы павинны взмогаться за чужие интересы, российские интересы, супрать своих людей. Где тут логика, чому мы павинны это рабить? И командиры, я думаю, что военачальники белорусским войску так самым это разумеют. По наших оценках, с большого звычайные войсковцы выступают в супрать войны, они это не хочут. Але верхушка армии может быть схильная, бо она больше советская, у них мощные трывалы с увязи с российскими военными. И это может их подштурховывать до таких дзеней. Але они не могут не разуметь, что накеровать белорусские войскы в Украину, когда они сразу перейдутся на украинский блок, это вернее высокая ризика. Слушайте, там же про кількість ще йдеться. 45 тисяч армійців, які є в Білорусі. Вы управляете меня по цифрах, мы же, зрозуміло, орієнтуємося на те, что маємо. 12-13, максимум 15 тисяч є боєздатними. И они расспрошены по всему кордону, не только на территории Украины, на Польши, там на кордону с Польшей очень много, мы чули таки данные, что по суті по кордону с Украиной только 4 тисячи боєздатного контингенту расшировано. Но, зважаючи на то, что Россия потягнула 150 тисяч, в ней уже беда зараз со своими цими тысячами и військовой озброєння. Ци 4 тисячі, ну, это типа... Так вот, в цьому сенсі у меня и таке вопрос. То насправді білорусские військовые подумки с нами и рационально, и эмоционально, и эмоционально понимают, что, в принципе, это наша украинская витчизняна війна против фашистского, кремлевского окупанта. Або боятся, что их просто перестреляют так же, как и россиян. Что тут? Страх за своё життя или понимание того, что Россия сдурила? Я думаю, что эмоционально так само это привязанность до украинцев, до Украины, это очень важно, но и рационально. Соправдый, мы говорим про бояздольное белорусское войско, а их там будет 12, 17 тысяч по некоторых оценках, но это есть такой опыт, это есть такой опыт в делу боевых деятельствах у белорусов, как он есть, например, у украинцев. Что нема, безумовно, мы не удельничаем ни о каких войнах, а уже 8 годов Украина змагается и досыць паспехова супраць российского варвания на Донбасе. Зараз показывают просто выдатнейшие выники у супрацстояния гэтай доброй экиперованной российской машине, але кепско спланованной, кепско скардынованной украинцы показывают свои махчымасти, такие, які никто, здаяцца, не шакау, хотя многих отдавали належное тому, что Украина все-таки уже протяженный час змагается, узброенно змагается, вельми шмат украинцев пройшли прозгэта, тому белорусские войсковцы не могут не разуметь, что они не нюхали того пороху, який уже нанюхалися украинцы и показали выдатнейшие выники. А слухайте, а что с ядерной небезпекой? Что про это говорить в Белорусе? Бо ви ж знаете, что захоплена Чорнобильская атомная электростанция и уже готуется ядерная провокация. За словами нашего главного разведника пана Кирила Буданова, это может быть або подпал масштабных радіаційных лісов, або влучание в сховище, где зберегаются ядерные решки, або еще больше провокация, которая может причинить, вы же понимаете, накрие передусім частину Украины и всю Белорусь. Далее Европа, а там залежно от того, куда ветер будет дути. Что про это говорят? Нормально? Все, люди там спокойные, говорят, ну ок, хай, ладно, дивимся на телек. Чи что? Белорусы больше всех натерпелись от Чернобыля, потому что ветер, минавито, наш Бог дул, поэтому мы отримали наибольшей радіації. Проблема в том, что вернее, мало информации доходить до белорусов про то, что робится в Украине и не только в Чернобыле, а и то, як бомбардируются украинские городы, як знищается мирное населенство, якую тактыку абирают россияне. Гэта информации вельми мало. Але у дадаток до ядерной темы, что можно сказать, это то, что Лукашенко литерально 27 лютого провел референдум, на яким прынял небыто новую конституцию, якая, конечно, непризнанная, и она абсолютно нелегитимная и незаконная, але ёй выдалили два пункты вельми важные. Гэта нейтралитет Беларуси и гэта безядерный статус Беларуси. И гэта означает, что цепер для России Беларусь можа стать такой открытой просторой, куды можно уводзять и звычайные узбраэнні, и ядерные узбраэнні, ядерные ракеты, якими можно погражать усім, и Украине, и краинам Балты, и Заходной Европе. Мы на гэта звертаем увагу, мы гэта означаем, мы будем супрадзенничать з усіх сил, бо мы разумеем, что калі Беларусь в принципе будзе под контролем Росеи, Украине нормальное життя никто не даст. Пан Ковлевский, окремый аспект, который уже не будущего потенциального ведетом не ведет війська, обстреляют Чорнобильской АЕС, там влашают провокацию, а сегодня аэродромы, республики, поля, леса, населенные пункты, сегодня Российская армия выкористовывает для того, чтобы их літаки и гелекоптеры росийские летали и терроризировали нас крилатыми ракетами и не только. И, соответственно, С-300, С-400 так же используют чтобы терроризировать наши украинские места. Сегодня есть, бодай, какой-то реальный инструмент против Лукашенко, чтобы он все-таки сказал Путину «Ні, не дозволяю, вали». Чи не, настолько погряз своими бомбонами, так бы мовити, у Путіні, что он не может этого просто физично сделать, потому что понимает, что тогда ему кирдик, каюк и все его родины тоже. Бомбонами. Нет, нет, нет его ни силы, ни мягчимости, ни политической ваги больше в очах Путину. Он марьянетка. Он выполняет все загады, все, что интересы России, он все это будет делать дальше. Мы говорим сейчас, что он потерял контроль над внешней политикой, контроль над обороной, информационной безопасой, экономической политикой. Один, как мы говорим, что сейчас Лукашенко контролирует по правильному, где он имеет автономию, гетерепрессии и супер белорусского народа. Пане Ковалевский, перепрошую, а він хіба не розуміє, у Генштабі Білорусі не розуміє, що Україна, якщо ми Росію так нахиляємо на нашій території, що ми можемо у відповідь теж влупити. Не по Гомелю безпосередньо, тому що ми все ж таки армія, яка дотримується всіх конвенцій, а по тим місцям, по тим самим аеродромам, по тим самим місцям базування С-300. Білоруси, думаю, ми ж не знаємо, наша розвідка не знає, де вони всі знаходяться розташовані. Наш секретар Ради нецбезпеки оборони так і сказав, якщо буде рішення головного командувача, ми попереджувально теж можемо, я зараз неофіційно скажу, жахнути. Ну от хіба він це не розуміє? Так, це все розуміється і ви введаєте, що для білорусів це не з'являється ніякій тайній. Ви введаєте про ініціативу білорусів, які відсушують усе взліты бомбардіровщиків, зніщальніків з белорусській території з аеродромов дзеяны стоять, гэта російсьці, і яны передаються адразу гэта ўживы ефір, каб украінці маглі там на тым баку межі адсошваць гэту інформацію і рыхтаваць да падліту російських самалітов. Тому, гэта, так би мовіць, для більшісті насельництва максимума гэта приховывацца гэта інформація, што робіць Лукашэнка? Йон справуець стварыць сваю уласную реальнаць, дзе ён нічога не каже пра ролю Беларусі ў гэтай вайне, што наша територія, наша інфраструктура выкарістовывацца супразбратскага народа, але ён гаворыць пра тое, што ён миротворец, што ён хочшы да памахчы Україні і Расей знайсці мир, і для гэта ён будзе робіць ўсё необходнае. І вось навад сёдня міністр замежных справ Лукашэнкі, не Беларусі, а менавіта Лукашэнкі Уладзімір Макей гаварю пра тое, што, размовляючы з китайскімі журналистамі, сказав, што Беларусь будзе спрыяць мирному діалогу паміж Расею і Украіной, але сама Беларусь не з'являецца бокам перамоваў. І гэта паказывае, што Беларусь выкарістовываць, Расія, выкарістовувае Беларусь навад не зважаючу на мерковання, не зважаючу на позицію, не зважаючу на інтересі Беларусі.